МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его воспитанники, победители и призеры самых престижных соревнований, а труд отмечен высокими наградами заслуженному тренеру России Юрию Меликерову, исполнилось 87 лет. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия. В эти дни с рабочей поездкой в нашей республике находится председатель созданного по поручению президента России Фонда защитники Отечества Анна Цивилева в ходе встречи с главой Карачаева Черкесии она высоко оценила выстроенную в регионе систему поддержки участников СВО и их семей. Анна Евгеньевна особо отметила чуткость коллектива фонда. Рашид Семрезов отметил, что действительно искренность, неравнодушие и внимание отличает от сотрудников филиала. Наши ребята ждут от нас поддержки во всем, и мы будем обязательно и дальше наращивать выстроенную работу, улучшать ее оперативно, решая все вопросы, добавил он. Глава республики поблагодарил Анну Цивилеву за оказанную помощь и поддержку и выразил уверенность, что совместные усилия позволят бойцам восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни. Уютный, гостеприимный, чуткий, отзывчивый – это еще и те кадры, которые у вас там работают. Безусловно, под руководством такого чуткого опытного руководителя сам по себе коллектив, он очень профессиональный, и ни одно обращение не остается без внимания. Кроме того, что наш фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным ветеранам специальной военной операции, людям, которые уже уволены, вернулись домой, к мирной жизни, семьям погибших бойцов. В филиал обращается очень много и семей участников, и самих участников, которые приходят в отпуск, и для них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же, все сотрудники, очень чутко понимая, что этих людей все равно нельзя как-то перенаправить куда-то, помогают им решать эти задачи. Выходят на Министерство обороны, выходят на военкоматы, комиссариаты, организуют сбор документов как раз в военно-врачебных комиссиях, то есть тех справок, документов, которых ребята не могут добиться из-за неких там бюрократических проволочек и долгого пути. Поэтому берутся за любые задачи. Организована хорошо медицинская служба, психологи медицинские работают. Это тоже очень важно. Мне приятно, что филиал открыл свои двери, и там работают и волонтерские организации, комитет семей воинов Отечества с вдовами, с матерями погибших. Ребят работают очень плотно. То есть именно такое использование и объединение всех сил, всех ресурсов в области, которые дают возможность эффективно решать поставленные задачи. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете, потому что мы понимаем, без межведомственного взаимодействия, без поддержки органов власти, работа фонда не могла бы быть столь эффективной. Мы с первого дня органы государственной власти, муниципальные, законодательные, а самое главное, люди, собрались вокруг того, чтобы решать оперативно, решать искренне те проблемы, вопросы, которые сегодня есть у семей наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. У входа высоких гостей встречают работники регионального отделения фонда. В сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова председатель фонда защитника Отечества Анна Цивилева пообщалась с инвалидом, участником спецоперации. Расскажите впечатления, как вас встретили сотрудники? Позитивные впечатления. Позитивные, то есть открыты, готовы выслушать, и учу, чтобы подключить свои ресурсы для решения тех или иных задач. Задачи непростые, наверное, в основном документы, выплаты документов. Вот мы как раз ехали, разговаривали взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, с Министерством обороны, чтобы документы ребятам получить необходимые, а потом уже с документами, конечно же, фонд подхватывает и решает все вопросы, задачи. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер социальной поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Здесь также помогут с переобучением и дальнейшим трудоустройством. Действительно, очень много, наверное, вы подтвердите. К нам в фонд обращаются непосредственно и семьи, и сами участники. Несмотря на то, что они находятся в ведомстве Министерства обороны, мы, конечно же, не отказываем и по возможности или маршрутизируем, помогаем, подключаем те ведомства, которые могут решить или иные вопросы, и помощь психологическую оказываем. Увиденным председателем Фонда защитника Отечества Анна Цивилева осталась довольна. Подобрано хорошее помещение, соответствующее техническим требованиям. Это и площадь, и доступная транспортная среда, и доступная среда для инвалидов. Это уютные, современные, чистые места для встречи ветеранов и оказания им помощи. Особенную оценку отлично я ставлю за то, что здесь работают настоящие профессионалы, люди и с опытом управления, и с опытом боевой службы, которые, как никто другой, знают проблемы чаяния, с чем сталкиваются сейчас ветераны, возвращающиеся домой, и оперативно это отрабатывают, мудро, тонко, очень деликатно решают все эти вопросы. По словам Анны Цивилевой, задач у Фонда защитника Отечества очень много. Они разнонаправленные, и в основном они будут исходить непосредственно от запроса самих военнослужащих, которые возвращаются домой, и призвало обратить особое внимание на работу с отдаленными населенными пунктами республики. Мурат Чентьозов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Также Анна Цивилева посетила лечебно-реабилитационный центр в Черкесске. Она ознакомилась с условиями пребывания участников СВО, где они бесплатно проходят курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации. Альбина Ламкова подробнее. В лечебном реабилитационном центре председателя Фонда защитники Отечества Анну Цивилеву, главный врач учреждения Борис Битимреза, встретил с красивым букетом цветов. Затем все направились в корпус. Не заметить благоустроенную территорию, утопающую в цветах, невозможно. Для пациентов созданы условия, подобные санаторным. Они отдыхают и общаются после процедур. Зона для комфортного пребывания людей продумана с заботой о пациентах. Надо сказать, что в лечебно-реабилитационном центре восстанавливают здоровье все жители республики. Вначале корпус был открыт для реабилитации переболевших COVID-19. Каждому пациенту применяют комплексный подход, потому что это является одним из основных принципов реабилитации. Почувствовать результат можно через неделю. Очень много тренажеров хороших. Вы с каким диагнозом попали? После инсульта. Восстановились? Ну не полностью, но есть какие-то зреи. Я раньше ездил в этот, в Осетию, как-то был. Но оттуда приехал, хвалил их. Ну там все есть у них, роботы и все. А когда уже здесь увидел, что у нас точно такие же. В центре осуществляют одну из задач филиала фонда «Защитники Отечества». Они содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение. В лечебно-реабилитационном центре бойцам созданы все условия. Для восстановления здоровья разработаны специальные программы. Опыт у врачей в реабилитации пациентов уже есть. В этом убедилась и Анна Цивилева. С приказом 788-Н по реабилитации занимаемся не менее трех часов в день. Вот, ну вот, двигательную такую терапию делаем. Ну, я думаю, больные довольны. Подождите, трех часов в день для каждого пациента? Да, практически. То есть вы, в общем-то, здесь постоянно физически? Где-то вот здесь, потом на других аппаратах, там, массаж, там и так далее. В общем, они вот, процедуры все, если в общем взять, соответственно, так мы занимаемся. Вы чувствуете какие-то улучшения? Вы давно уже здесь находитесь? Я поступила с опухшими ногами. Все нормально. После перелома, после травмы? Да, после операции. После операции. Анна Цивилева отметила, что в центре реабилитации есть все необходимое для восстановления бойцов. Все, что необходимо, все у вас есть. Хотел сказать, что у вас ремонт, наверное, был недавно, да? Вы знаете, 10 лет до того ремонта. Да вы что? Мы такие аккуратные. Потому что ощущение, что чистоты, ухоженности. Действительно, лечебно-реабилитационный центр представляет комплексную структуру. Он хорошо оснащен, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда, подытожила Анна Цивилева. Добавив, что врачи и медучреждения понимают перспективы возможностей для этих ребят, для того, чтобы активно войти в социальную жизнь. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции. И это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра. И вопрос встает в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов. Потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь. А во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить как раз программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия. В Корчаево-Черкесии продолжается реализация проекта «Культпоход». В его рамках участники постели – Шаанинский храм, уникальный памятник монументальной архитектуры классического византийского стиля, относящийся к исторической оландской епархии. Дети и их родители успели посетить Сауран, музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, картинную галерею и краеведческий музей, древнейшие храмы, а также мечети Корчаева-Черкесии. Напомним, проект «Культпоход» реализует Центр Добро детям при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта – не просто через комплекс мероприятий показать всю многогранность и разносторонность культуры нашей республики, но и вовлечь родителей через детей в общественную и культурную жизнь региона. Всего проекта хватило 40 детей и 20 родителей. Все они прибыли из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В спорткомплексе юбилейный прошло честного незаслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летия известного наставника. Посетили немало его воспитанников, в том числе победителей и призеры самых престижных соревнований. На мероприятие побывал Артур Мхца. Стартовавший в спорткомплексе юбилейный турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале Черкеска был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаево-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре шестой городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. «Первое место сегодня. Легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого. Но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам». «Если говорить именно о его жизни в спорте?» «У него другой жизни, по-моему, и не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит в спорте, сколько мы его помним в спорте. Он величайший организатор». «Прозанимался с 1978 по 1993 год, 15 лет. Вот Якубыч, это второй отец. Он нас всех воспитал, всех выросли». Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека, с первых тренировок в полуподвальном помещении. «Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Якубович предложил, не хочешь на тренерской работе поработать, я заканчивал пединститут карачаевский. Я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, где сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, «Алексей, попробуй, если я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва». «Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги. И с большим уважением и с большой такой мужской, человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы». В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почетной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное – вниманием и уважением его воспитанников и коллег. Артур Мухцегалина Алиева, Мухаммед Ашибоков, 200 Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает, сегодня до конца суток, а также 3 и 4 августа в республике ожидаются сильные дожди с градом, усилением ветра. В горах возможен сход селей. Жители и гости Карачаева-Черкесии просят быть внимательными и осторожными. А сейчас время интервью. Сегодня речь пойдет о работе Карачаева-Черкесского филиала Всероссийского фонда защитники Отечества. С его руководителем Маратом Абазалиевым встретилась Ольга Савенко. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Президент России Владимир Путин в апреле этого года подписал указ о создании фонда поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества» и с начала лета работает по всей стране. О новом направлении работы, способах решения поставленных задач мы попросили рассказать руководителя филиала фонда защитники Отечества в Карачаеве-Черкесии Марата Абазалиева. Марат Мухтарович, здравствуйте. Фонд защитники Отечества в Карачаеве-Черкесии был создан не так давно. Я хотела бы вас попросить, давайте напомним нашим зрителям, каковы его основные функции и задачи. Это помощь целевая каждому человеку и каждому члену семьи погибшего и ветерану боевых действий. Мы не являемся организацией, аккумулирующей какие-то материальные ценности и распределяющей их или денежные средства. Мы помогаем конкретно человеку и семье в решении каких-то жизненных трудных ситуаций. Мы ведем работу в тесной связке с Министерством здравоохранения, с Министерством труда и социальной защиты, с Министерством образования. Нам оказывают помощь также межведомственная комиссия, созданная по указанию Рашид Пориспевича Тимрезова, которые непосредственно занимаются помощью семьям ветеранов, семьям погибших и ветеранам боевых действий. Мы посылаем детей, сирот и ветеранов в оздоровительные лагеря, занимаемся оказанием помощи при направлении их на санаторно-курортное лечение. Также оказываем помощь при получении различных документов, приобретении технических средств, реабилитации. То есть инвалидные коляски и различные средства для передвижения и для реабилитации после ранения или других медицинских показаний. Также оказываем психологическую помощь. Марат Мухтарович, мы знаем, что ветераны боевых действий, члены семьи погибших воинов, они получают всяческую поддержку со стороны органов власти, им помогают различные министерства, как Вы и говорили. Тем не менее, на Ваш взгляд, как Вы считаете, Фонд защитники Отечества в этой ситуации оказался востребованным? С какими проблемами просьбы к Вам чаще всего обращаются? Мы можем какую-то статистику привести? Это абсолютно новая структура. Такого фонда с такими задачами не было ни после Отечественной войны, ни после других локальных войн, ни после Афганской войны. Это такая уникальная структура, образованная первый раз. И обращаются к нам с самыми различными вопросами. Вот с 1 июня по сегодняшний день у нас уже более 170 обращений. Очень мало одинаковых. Есть обращения у нас по медицинской линии бабушке ветерана, нужна помощь, она недвижима, ей нужна коляска. Вопрос решается через Министерство здравоохранения, социальной защиты, решается быстро. Женщине, матери, ветерана, нужна помощь в передвижении на операцию в другой город, совместно с Минздравом, медициной катастроф. Обеспечивается перевозкой ее в другой город для производства операции, назначенной ей. С ней вместе ее сопровождает квалифицированный врач и туда и обратно после операции. Это медицинского характера. Есть обращение по высококачественному протезированию. На нашей территории республики в принципе нет таких организаций, которые изготавливают высокомодифицированные протезы. Но они есть на территории нашего государства. Мы обращаемся в Минздрав. Минздрав в свою очередь обращается вверх по иерархии. Нашим ампутантам, ребятам готовят высококачественные протезы. И они проходят там же реабилитацию, обучаются и привыкают к этому. Также по медицинско-социальной экспертизе люди обращаются, чтобы на основе заключений полученных в госпитале или по каким-то обстоятельствам не получившим, сотрудники медицинско-социальной экспертизы их консультируют у нас здесь в помещении. Они приходят и принимают здесь людей, которые к нам обращаются. И оказывают им помощь в правильном направлении для получения различных документов, для получения инвалидности. Марат Мухтарович, Ваш фонд решает большой круг вопросов, конечно. Но скажите, ведь наверняка существуют какие-то вопросы, которые Вы не в состоянии решить, даже если Вы это очень хотите. И нужно сделать так, чтобы люди это поняли и ушли отсюда не обидевшись. Поэтому, как говорится, кадры решают все. Как проходил подбор сотрудников? Это был целенаправленный? Вы их когда искали по каким-то принципам? Как подбирали? Подбор кадров проходил таким своеобразным образом. В мае месяце было собрано 25 человек. Требования были к кандидатам, чтобы они были людьми, ранее работавшие в сфере социального обслуживания. Это, как правило, Министерство труда и социального обслуживания из различных учреждений. Их было набрано 25 человек. Они все, 25 человек, прошли обучение в Пятигорске на базе Института народного хозяйства и госуправления, факультет Московского университета. Все прошли недельное обучение и подготовку, где обрели навыки по обращению с людьми такого контингента, как наши подопечные. То есть семьи погибших и ветераны боевых действий. Их 25 человек, назвали их координаторами социальными. Они находятся во всех районах нашей республики. Марат Мохтарович, в фонде «Защитники Отечества» в нашем Карачаево-Черкесии работают также ветераны боевых действий, участники СВО. Чем это обусловлено? Ну, это одно из требований, во-первых, при образовании фонда, центрального нашего офиса, чтобы мы брали на работу людей, которые являются ветеранами боевых действий и членов семей погибших в период проведения СВО. У нас есть такие люди, и координаторы есть, и в центральном офисе, в статусе моих замов есть. Один из них вернулся два месяца назад. И является одним из наших ведущих специалистов. Другой молодой человек, 20 лет, инвалид второй группы, орденоносец, награжденный орденом мужества, с серебряным крестом, тоже работает у нас. Марат Мухтарович, не могу не спросить, а как построен сам механизм работы в фонде защитники Отечества? Человек пришел с заявлением, написал, и что дальше? Ослеживаете вы конечный результат, чем все закончилось, или просто принимаете заявление? Человек озвучивает проблему, мы рассматриваем эту проблему и стараемся ему помочь. Конечный результат – это наша цель. Если человек пришел, и мы не видим конечного результата, там, ну, по-разному бывает. Кому-то можно помочь за пять секунд одним звонком. Например, женщине отключили свет за неуплату, за долги. Мы созвонились с компанией, они идут навстречу, мы объяснили, не надо ни бумаг, ничего. Мы объяснили, что она является матерью ветерана боевых действий. Они без вопросов в течение 30 минут ей подключили свет. Ну, говорите, единственное, долг все равно нужно гасить. Мы поговорили с ней, ушли. Это заняло у нас 15 минут. Марат Мухтарович, огромное вам спасибо. Вы делаете очень нужную и полезную работу. Вам удачи, всего самого доброго. Вам тоже спасибо. Мы делаем эту работу совместно. Продолжение следует...